Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы вернемся к платформе для создания онлайн-курсов iSpring, поскольку есть какая-то незаконченность в моем предыдущем скринкасте. Как функционирует онлайн МГУ я рассказал, а вот как создаются учебные курсы нет. Но вот уже после сегодняшнего скринкаста вы будете знать все о дистанционном обучении. В предыдущем скринкасте, когда я рассказывал про iSpring Online, я говорил, что онлайн-курсы состоят из учебных материалов. И собственно iSpring Suite существует для того, чтобы создавать эти учебные материалы и наполнять платформу, причем не обязательно iSpring Online, любую учебную платформу этими материалами. Непосредственно iSpring Suite, о котором я расскажу сегодня по утверждениям разработчиков, протестирован на 130 онлайн-платформах, везде работает. Но к делу. Для работы программы нужно наличие на компьютере PowerPoint, версия не ниже 2007 года, поскольку Suite собственно и является вкладкой в PowerPoint, дополняя эту программу уникальными функциями и предоставляя возможность работать с онлайн-платформами. То есть если вы умеете работать с PowerPoint, освоить iSpring Suite не составит труда. Для быстрой разработки курсов разработчики предусмотрели библиотеку готового контента, набор персонажей и интерьеров. И есть понятно ориентированный на пользователя алгоритм создания материалов. Тем более опять же у iSpring очень подробная справка. У них много видеоуроков и мне тут собственно делать нечего. Если возникнут вопросы, всегда можно посмотреть видеоурок на канале. А я лишь в общих чертах покажу возможности программы. На сайте компании собраны примеры разных вариантов учебных курсов, которые создает их конструктор iSpring Suite. Вот, например, диалоговые тренажеры. Мне очень понравилась эта форма, когда я делал предыдущий скринкаст. В такой полуигровой форме моделируются различные ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники. Это непосредственно разговор с клиентом банка. Как нужно себя вести, есть правильные ответы, которые предполагают продолжение разговора, и неправильные, которые приводят к неудаче. И вот, собственно, всю эту структуру вы и создаете в iSpring Suite. Или вот это. Это уже тест. Вот пример интерактивности. Ну и кроме этого, тут есть видео лекции. С видео, кстати, можно работать в самой программе, можно записывать экран, ну то есть делать скринкаст. Можно добавить еще меня любимого, вот сюда в уголок. Можно вставить в отдельный слайд видео, например, с YouTube. Видеоредактор, кстати, в Suite тоже есть встроенный. В общем, можно почти все, по меньшей мере все, что нужно. После создания курса вы можете посмотреть результат. Причем не только на экране компьютера, но и как он будет выглядеть на планшете или смартфоне. Конструктор собирает курсы, которые адаптируются под все виды устройств. Так что ваши сотрудники могут носить всю нужную информацию прямо в кармане. Ну и дальше, когда все просмотрено и одобрено, можно публиковать результат. Либо просто сохранить на компьютере, либо сразу закинуть в iSpring Online. Для этого нужно иметь там аккаунт. Можно закинуть в iSpring Cloud. Это облако для хранения онлайн-курсов. Либо можно сохранить для публикации в любой другой SDO. Причем, видите, можно выбрать формат, в котором работает это SDO. Все основные тут есть. Ну или опубликовать на YouTube, если вы делали видео. Сколько может стоить такая красота? К сожалению, она не бесплатная. Сам iSpring Suite стоит 27000. Это в бессрочное пользование. Я немного тут поизучал то, что нашел. Основные редакторы стоят в пределах 1000 долларов на год. Плюс можно взять iSpring Full Service. Он добавляет огромную библиотеку контента, собственно доступ к iSpring Cloud, техподдержку и обновления. Кстати, что касается техподдержки, она на высоте в любом случае, даже если не брать Full Service. Один на один с проблемой вас не оставит. Ну, собственно, вот. Теперь вы знаете все об онлайн-курсах и как их создавать. Шанс невелик, но если кто-то из вас создавал онлайн-курсы, напишите в комментариях, какими платформами пользовались лично вы. Все, любите друг друга, обучайте людей, не выходя из дома. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.